Всем привет, дорогие друзья! Меня зовут Александр Зеленский и я рад вас снова приветствовать на своем канале. Сегодня мы будем готовить легендарное блюдо итальянской кухни лазанья балонизе под соусом бешамель. Я вам покажу именно свой рецепт, как ее готовлю я. В интернете вы можете найти много разных рецептов. У каждого этот рецепт может быть свой, потому что это достаточно креативное и интересное блюдо, в которое вы можете положить те ингредиенты, которые вы любите. Но моя лазанья все-таки будет максимально близка к оригиналу, за исключением некоторых моментов, на которых я акцентирую ваше внимание. Это одно из моих любимых блюд, поэтому попробуйте приготовить его по моему рецепту и обязательно в комментариях напишите, как у вас получилось. Понравилось или нет, возможно вы добавляете что-то особенное в это блюдо, в этот рецепт. Обязательно об этом напишите в комментариях, мне будет интересно почитать. Также, если вы еще не видели мой прошлый выпуск, в котором я готовил глинтвейн в домашних условиях, переходите по этой подсказке, обязательно его посмотрите. Ну и конечно же подписывайтесь на мой канал, если вы этого еще не сделали, нажимайте на красную кнопочку под этим роликом и далее нажимайте на колокольчик. Ставьте лайк этому видео, ну а мы начинаем. ГОСПОДА, ну и по традиции в начале ролика я вам покажу, какие ингредиенты я буду использовать для приготовления лазаньи. И почему именно их. На самом деле лазанья достаточно творческое блюдо и вы можете положить в нее свои любимые овощи, свои любимые специи. Я вам покажу то, что делаю я, а вы уже отталкиваетесь от того, что любите вы. Наверное, самый главный компонент в лазаньи, многие с вами согласятся, это мясо, а точнее фарш. 500 грамм свиноговяжьего фарша будет более чем достаточно. Следующий компонент это листы лазаньи. Я вот такие использую барилла, вы можете использовать любые другие, которые вы найдете в своих магазинах, в торговых сетях, в которых вы совершаете покупки. Эти листы не нужно отваривать, их можно просто складывать в лазанью, складывать в форму и они приготовятся, это очень легко и просто. Следующий компонент это мука, мы будем использовать ее для соуса бешамель. Достаточно 4 столовых ложки, но можете взять немного больше, возможно она вам пригодится. Далее молоко, пол литра будет достаточно. Также сыр, я беру около 400 грамм сыра, у меня есть моцарелла и твердый сыр голландский. Можете брать пармезан, если он у вас в магазинах есть, с ним будет еще вкуснее. Моцарелла будет давать тягучесть, а пармезан тут незабываемый итальянский вкус. Также нам нужно будет использовать немного масла, грамм 150, может даже 100. Все зависит от того, сколько вы соуса будете делать. Потом вы поймете, где мы его будем использовать. Также я буду ложить лазанью немного грибов, здесь около 200 гамм. С ними лазанья будет сытнее и сочнее. Далее, у меня здесь есть две луковицы, скорее всего я использую одну, может быть вторую. Кабачок, также его не используют в оригинальной лазанье, но я его положу, он вкусный, почему нет. И одна морковка. Также в обычной лазанье, ну как в обычной, в оригинальной, используются помидоры. Они не всегда есть в наличии, не всегда есть помидоры нужного качества. Вы можете купить вяленые помидоры в собственном соку, которые продаются. Они очень хорошо подходят. У меня их нет, поэтому я буду использовать соус. Можно взять любой, я возьму краснодарский. Можете взять любой томатный соус. Также я буду использовать 2 столовых ложки томатной пасты. И немного кетчупа чили. Можете брать любой кетчуп. То есть нам нужна томатная составляющая. Это очень важно. Далее давайте по специям пройдемся. Итальянские травы в небольшом количестве по вкусу. Можете использовать прованские. Далее чеснок. 2 зубчика. Мы их будем обжаривать, а потом уберем из соуса. Они нам не пригодятся. Просто чтобы отдали свой вкус. Также розмарин. Небольшое количество. Пару щепоток буквально. И мускатный орех. Его мы будем добавлять в соус бешамель. Для того, чтобы придать ему своеобразный аромат. Также нам нужно будет немного оливкового или подсолнечного масла. Для того, чтобы обжарить соус баланьезе. Вот в принципе и все, друзья. Давайте начинать готовить. Потому что рецепт очень вкусный. И мне уже не терпится отведать лазаньи. Потому что я ее очень давно не готовил. Итак, друзья. Что для начала нам нужно сделать? Я думаю, мы сначала разогреем сковородку. Для этого зажигаем газ. Наливаем немного подсолнечного масла. И тем временем будем нарезать лук и натирать морковку на терке. Нарезать можно кубиками. Я делаю всегда так. Произвольной величины. Теперь берем терку и натираем морковку. Немного перемешаем. И примемся нарезать кабачок. Сперва разрезаем вот так. Далее вот так. И после вот так. Кабачок нарезан. Мы его отправим в сковороду немного позже. А сейчас порежем грибы, чтобы потом не тратить на это время. Одновременно наблюдаю за тем, как обжаривается наш лук и морковка. Они должны немножко подрумяниться. Добавляем еще масло. И теперь отправляем фарш тоже в сковородку. На этом этапе можно немного посолить. Делаем это по вкусу. И немного добавить смежемолотого перца. На данном этапе, я думаю, что можно добавить уже розмарина небольшого количества. И немного итальянских трав. Совсем чуть-чуть. Но первым делом добавим кабачок. Немного перца. И накроем крышкой. Буквально на пару минут. Но тем временем мы натрем сыр. Есть у нас немного моцареллы. Ну и, конечно же, твердый голландский сыр. Как я уже говорил ранее, лучше, конечно, всего использовать пармезан. Но он не всегда может быть в наличии в ваших магазинах. Теперь посолим немного, потому что соль пригодится. Грибы у нас добавятся. Вот так. И добавляем грибочки. Шампиньоны. Можно использовать белый гриб. После того, как грибы обжарятся, нам нужно будет, чтобы этот соус томился на медленном огне. Около 40 минут. А лучше час. Но до этого мы еще добавим в него томатную пасту. Ну или помидоры, если они у вас есть в наличии. Пока закрываем и подождем еще пару минут. Совсем немного томатной пасты. И по вкусу буквально 3-4 ложечки краснодарского соуса. Или любого другого. Это не столь важно. Нам важно, чтобы была томатная составляющая. Такого количества достаточно. Также можно добавить небольшое количество обычной чистой воды. И все это дело перемешать. Но сейчас проверим, как себя чувствует соус болоньезе. Я думаю, что он уже готов. И можно добавлять томат и избавлять огонь на минимум. Но прежде нам нужно будет достать из него чеснок. Чеснок я нашел. Нам больше не пригодится. Ну и теперь можно выливать сюда наш соус. Нашу томатную составляющую. Ну и на этом этапе оставляем на медленном газу. Наш соус болоньезе на минут 30-40. Господа, ну и пока готовится соус болоньезе, у нас есть около 40 минут для того, чтобы сделать соус бешамель. Он делается очень просто, но он достаточно капризный. Ну, я думаю, что у нас все получится. Ставим сотейник, зажигаем газ. Первым делом бросаем в сотейник сливочное масло. Небольшое количество. Я думаю, 100-150 грамм. Вот. Оно у нас уже там. Оно сейчас нагревается. Плавится. Ждем, пока оно расплавится полностью. И далее добавим несколько ложек обычной пшеничной муки. Добавим сперва 4 столовых ложки и будем смотреть, что происходит. Раз. Два. Три. Четыре. Вот. У нас получилось однородное. Сюда можно совсем чутку соли. И далее тоненькой струечкой. Заливаем молочко. И перемешиваем при этом. Я думаю, на этом этапе добавим мускатный орех. И продолжаем вымешивать. Соус достаточно жидкий, я это вижу, поэтому добавлю еще одну ложечку с горкой пшеничной муки. Вот так. И продолжаем вымешивать до тех пор, пока он не загустеет. Друзья, прошло совсем немного времени, буквально 5 минут. И смотрите, что случилось с нашим соусом, который был из молока, который был жидкий. Он стал очень и очень густой. Вы только посмотрите. Это все из-за муки произошло. Ну и из-за масла, конечно, которое увеличило жирность. Господа, прошло 40 минут и наши соусы готовы. Как и один баланьезе, так и второй бешамель. Теперь мы можем собирать нашу лазанью. Для этого берем ложку и на первый слой наносим небольшое количество бешамеля. Размазываем его по всей нашей форме. Форму можно использовать любую, но главное, чтобы в нее влезли вот такие листочки. Я их буду ложить вот так. Как раз три штуки у меня помещаются. Теперь ложим три листочка лазаньи. Один, второй и третий. Далее ложим еще один слой бешамеля. Теперь выкладываем соус баланьезе. Теперь берем сыр и посыпаем равномерно. Теперь выкладываем листы лазаньи. У нас следующий слой. Еще три штуки. Вот так. И смазываем их бешамелем. Субтитры подогнал «Симон» Господа, видите, как все идеально по ингредиентам. Баланьезе у нас закончился. Мы выложили сыр, чтобы он не подгорел. Теперь осталось нам сверху положить соус бешамель. Что я и сделаю. Теперь все идеально. У нас уместилась вся начинка. Получилось всего два-три слоя. Но этого достаточно. Если у вас будет большая форма, то получится пять слоев. И вам будет нужно еще больше начинки. Или просто ее ложить более тонким слоем. На данном этапе я рекомендую вам подождать около пяти или десяти минут, чтобы вот так постояла лазанья, чтобы все там пропиталось. Далее мы накрываем ее вот такой фольгой. Закутываем и отправляем в духовку на 30-40 минут при температуре 170-200 градусов. После этого лазанья будет готова и можно будет ее дегустировать. Ну вот и прошло 40 минут и лазанья уже готова. Я еще дал ей немножко настояться, около 10-20 минут. После того, как она приготовилась в духовке, она уже практически остыла. Друзья, эта лазанья получилась очень вкусная, очень нежная и очень сырная, с легким привкусом итальянских трав. Попробуйте приготовить эту лазанью именно по моему рецепту у себя дома и удивите своих близких, родных и своих друзей. Впереди у нас праздники, кстати, и на моем канале будет очень много праздничных блюд, поэтому подписывайтесь, если вы этого еще не сделали, чтобы не пропустить оригинальные, уникальные и изумительные рецепты, которыми я с вами делюсь. Также ставьте лайк этому ролику и пишите свои самые креативные комментарии, я не устаю их читать и иногда даже на них отвечаю. Пишите свои эмоции по поводу приготовления этого блюда, мне очень интересно. Ну а мы с вами увидимся в следующих выпусках. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok